Девушки отдыхают Достижения этой программы представляют собой важное звено в истории усилий нашей страны по использованию космоса в оборонительных целях Под одной из больших антенн, используемых для связи со спутником на орбите, стоит офицер ВВС, который начнет рассказ с объяснения старой военной идеи высоты Капитан, привет, возможно, ты не знаком с этим термином, но ты легко можешь увидеть преимущество с военной точки зрения в том, что ты находишься достаточно высоко, чтобы наблюдать и обнаруживать, что замышляет враг Во время гражданской войны они использовали воздушные шары, чтобы получить это преимущество Первые самолеты Первой мировой войны предназначались в первую очередь для наблюдения, и они превратились в специализированные разведывательные самолеты Второй мировой войны Все выше и выше И теперь мы действительно нацелены высоко Военно-воздушные силы сегодня работают над целым семейством универсальных военных спутниковых систем Все эти системы будут использовать стабилизированные транспортные средства, которые работают близко к Земле Открытие – это как раз тот случай, когда меня вызывают на инструктаж в здании сборки ракет Я объясняю это так, этот спутник все время обнимает Землю, совершая свою полярную орбиту Таким образом, всегда в состоянии наблюдателя обнаруживать события, происходящие на Земле Ниже, позволь мне показать тебе, что значит иметь спутник на стабилизированной орбите Большинство спутников на сегодняшний день не были стабилизированы То есть они вот так передвигаются по Земле или просто кувыркаются наугад В любом случае, обратите внимание, что они всегда представляют новое лицо Земле в каждой точке своего орбитального пути Наш спутник работает не таким образом Поскольку им можно управлять, мы можем расположить его так, чтобы он всегда был обращен к Земле одним и тем же лицом Вот так, ты можешь видеть, что если у нас в носу есть инструмент, он всегда может быть направлен вниз на континенты и моря, над которыми он проходит Теперь сюда Это настоящий космический аппарат, используемый в программе Дискавер Это называется агена Когда ракетный двигатель не работает, транспортное средство управляется газом высокого давления, подаваемым через эти форсунки В период, когда ракетный двигатель работает, гидравлическая система управляет двигателем для управления Вот У нас есть инфракрасный датчик, глаз, который использует горизонт в качестве точки отсчета и посылает поправки либо в гидравлическую, либо в газовую системы Из-за своей универсальности такое транспортное средство, как это, может быть модифицировано для выполнения целого ряда работ Для военных целей эту носовую часть или спускаемый аппарат можно заставить отделиться и снова войти в атмосферу Вместо спускаемого аппарата у тебя может быть отверстие, которое позволяет объективу камеры фотографировать поверхность земли Еще одним применением было бы наличие в этом транспортном средстве коммуникационного оборудования Нам сегодня трудно поддерживать позитивный радиоконтакт по всему миру, особенно над полярными регионами Еще одно применение, над которым мы сейчас работаем, это оборудование быстрого обнаружения внутри спутника, чтобы предупредить нас о ракетах, запускаемых с вражеской территории Мы планируем использовать инфракрасный принцип Позволь мне показать тебе, как это работает Этот спутник один из многих, если система работает на полную мощность, движется вокруг Земли Его нос, содержащий инфракрасные датчики, направлен вниз, и он замечает тепло, выделяемое мощными ракетными двигателями Спутник интерпретирует это и немедленно посылает сигналы на наши приемные станции Эти станции мгновенно предупреждают нас о запуске вражеских ракет С помощью этой системы мы называем ее Project Midas, нам будет предоставлено время предупреждения примерно в 30 минут Базовая система Аджена разрабатывается в Project Discover с использованием Тора ВВС в качестве ускорителя Одна из задач Первооткрывателя – разработать и усовершенствовать спутниковую систему для некоторых идей, которые я только что обсуждал Ответственность за программу Discover находится в руках отдела баллистических ракет ВВС командования воздушных исследований и разработок В случае с Discover отделу ракет и космических систем Lockheed была передана ответственность за разработку второй ступени или спутниковой части программы Аджена Секция разгонного блока первой ступени, которая выведет Аджена на орбиту, это четыре баллистические ракеты средней дальности, построенные компанией Дуглас здесь На военно-воздушной базе Ванденберг Поскольку вторая ступень Аджена соединена с первой ступенью Тор, мы видим, как члены команды военно-воздушных сил Lockheed и Дуглас объединяют свои ресурсы чтобы подготовить американскую ракету к полету в космос Это песчаное пятно, обращенное к Тихому океану, на котором стоит Дискавас, является отправной точкой, но это всего лишь одна часть широко распространенной программы Расположенный в Пало-Альто, Калифорния, является центром управления и сбора данных проекта Сюда поступает информация, собранная станциями слежения и телеметрии Эти специальные станции слежения ВВС расположены в Ванденберге и Пойнт-Магу в Калифорнии, на острове Кадьяку берегов Аляски и в Кана-Пойнт-Гавайи Кроме того, два корабля военно-морской транспортной службы находятся в состоянии отслеживать и принимать передаваемые данные Это в Благгаузе Ванденберга продолжается обратный счет для Дискава Монотонная будничная проверка систем продолжается до последних секунд, пока не воспламенится топливо RJ-1 IS-4 Команда запуска не испытывает дикого ликования Опыт, рожденный долгой практикой, говорит, что этого следовало ожидать Первая ступень должна иметь высокий коэффициент надежности, иначе вся программа Дискава развалится Когда первооткрыватель взлетает с одной из площадок в Ванденберге, ракета движется почти вертикально вверх, а затем направляется к южному полюсу Точнее, он движется по запланированному пеленгу в 172 градуса После достижения желаемой высоты и скорости сгорает ступень с четырьмя ускорителями В этот момент взрывные заряды отделяют спутник от корабля, и он продолжает двигаться по установленной траектории Во время береговой фазы Аджена запрограммирована на переход в горизонтальное положение, управляемое с помощью газовых форсунок Радар, который следит за положением Аджена, измеряет ее скорость Дана радиокоманда для регулировки времени зажигания второй ступени Акселерометр устройства для измерения скорости подает сигнал на отключение двигателя, когда набрана необходимая скорость Аджена выходит на орбиту, но даже когда она там, спутник не является мертвым неуправляемым телом, плавающим в космосе Почти сразу после того, как Регина выходит на орбиту, таймер на спутнике подает сигнал пневматической системе управления повернуть транспортное средство на 180 градусов и с конца в конец, чтобы оно двигалось хвостом вперед по орбите Земли Гену требуется примерно 90 минут, чтобы обогнуть земной шар на каждом из этих кругов или проходов Земля, конечно, движется под спутником Чуть более чем через 25 часов после своего 17 прохода Аджена пройдет над вершиной мира, над Аляской и следовательно над той частью Тихого океана Которая находится между Гавайями и западным побережьем Соединенных Штатов В соответствующий момент 17 прохода, устройство синхронизации подает сигнал газовым форсункам наклонить автомобиль на 60 градусов от горизонтали Еще один таймер, настроенный наземным управлением, приводит к тому, что капсула отделяется взрывными болтами и пружинами Сразу после того, как ретро-ракета выстрелит, чтобы замедлить корабль до скорости возвращения Больше не имея скорости, чтобы удерживать ее на орбите, капсула падает по заданной дуге к земле На определенной высоте в атмосфере открывается парашют, который медленно опускает капсулу В том секторе, где спускается капсула Наш самолет R-C-121 BVS зондирует своими радиолокационными антеннами, чтобы обнаружить и направить на спасательный самолет C-119 У самолетов есть примерно 10 минут, чтобы восстановить воздух Если они потерпят неудачу в течение этого времени, капсула будет слишком низкой, и она упадет в море Где спасательные корабли, управляемые Тихоокеанским ракетным полигоном, попытаются ее Чистота? У C-119 есть трапециевидный аппарат, установленный в задней части каждого самолета таким образом, что он может перехватывать спускающийся парашют В практических тестах это было сделано успешно много раз То, что замышляют коммунисты, сегодня вызывает у нас большую озабоченность Если мы хотим сохранить нашу нынешнюю позицию сдерживания, мы должны со всей возможной срочностью продвигаться вперед с разработкой таких стратегических космических систем, как Майдос которые могут дать нам необходимое время предупреждения и сопутствующей системы Сеймос, которая даст нам возможность наблюдения за действиями любого возможного агрессора Да, капитан, нам нужны стражи в космосе Мы передаем на Землю информацию, которая может быть получена сверхчувствительными приборами, такими как тот, что позади тебя Мы должны держать глаза и уши открытыми Нам нужно тратить деньги, мозги и усилия, чтобы поддерживать эти системы в рабочем состоянии Неоспоримая открытая инспекция с помощью космических спутников была бы одним из лучших способов для коммунистов доказать свое искреннее и четко выраженное стремление к миру Пусть они говорят, что нам нечего скрывать